Сегодня по всей Республике идут праздничные гуляния, концерты, спортивные старты и другие масштабные мероприятия, проуроченные ко дню Конституции. Несколько десятилетий назад Медостан был объявлен государством с президентской формой правления, главными ценностями которого является человек, его права и свободы. По традиции торжества в этот день проходят во всех уголках нашей необъятной Родины. Широко празднуют эту дату и в центре области Жгуссу. Сегодня в парке Жастар наблюдается значительное скопление людей, поскольку город отмечает государственный праздник – День Конституции. В этом году исполняется 29 лет с момента принятия основного закона страны. В связи с этим событием в парке был организован праздничный концерт, собравший множество жителей областного центра. В ходе торжества с поздравительной речью перед собравшимися выступил Аким областного центра Ирнат Базиль, который отметил, что мероприятие стало символом единства для всех казахстанцев. Уважаемые зимняки, дорогие талдыгурганцы, мы перешли к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества и движемся к большим изменениям на пути создания нового справедливого Казахстана. Вместе мы будем развивать новый Казахстан, будем справедливым и развитым государством, которое предоставит равные возможности каждому гражданину своей страны. Я уверен, что опираясь на нормы Конституции, совместными усилиями мы будем эффективно решать задачи по укреплению общественной стабильности, подъему экономики и повышению благосостояния нашего народа. История законодательства нашей страны восходит к временам казахского ханства, когда впервые были сформулированы основные правила и нормы. Одним из ранних сводов законов был документ под названием «Светлый путь» хана Касыма, который включал имущественные, уголовные, военные, посольские и общественные законы. Эта система была значительно усовершенствована Исымханом, который, в частности, ограничил власть чингизида в государстве, передав её в руки биев и старшин. Существенный вклад в развитие казахского законодательства внёс Тауке-хан, создавший свод законов Жит-Ижар-Га. Этот свод включал несколько ключевых разделов земельный, семейно-брачный, о вдовах, военные и уголовные законы, а также отдельный закон, устанавливающий наказание за убийства и тяжкие телесные повреждения. Современная Конституция нашего государства стала символом прав и свобод для граждан страны. За 29 лет своего существования она претерпела пять изменений, что свидетельствует о её эволюции и адаптации к изменяющимся условиям. Тем не менее, День Конституции остаётся одним из значимых государственных праздников для многих казахстанцев и отмечается по всей стране. Не остался в стороне и Талдукурган, где жители всех возрастов собрались на торжественное мероприятие в парке Жастар. Очень хорошее настроение. Сегодня День Конституции. Поздравляю народа Казахстана с таким днём. Пусть всё будет хорошо. По себе атмосфера казахская, музыка, мелодия. Побольше таких праздников. В этот знаменательный день для нашей страны мы отмечаем такой прекрасный праздник. Поздравляем с 29-летием Конституции Республики Казахстан. Настроение прекрасное. Поздравляю всех талдукурганцев с праздником День Конституции. Карина Закриева, Надир Хамзин, телерадиокомпания ЖИТУСУ.